В эфире Дагестанское радио. В эфире Дагестанское радио. В 19-м году введена в эксплуатацию Гацатлинская ГЭС. Первая ГЭС постсоветского периода. В республике созданы новые промышленные производства и два индустриальных парка Тюбе и Кристалл-Сити. За три года мы смогли вернуть в оборот 54 тысяч гектаров пашни. Три раза увеличилась площадь современных тепличных комплексов, которые составили 156 гектаров, причем 30% это комплексы, отвечающие самым современным требованиям. В Почкале состоялась встреча председателя Народного собрания Дагестана Хизри Шуксаидова с представителями малого и среднего бизнеса. Подробнее Фатима Назаралеева. Эта встреча в конце года еще раз говорит о том, что развитие малого бизнеса сегодня краеугольный камень экономики. А то, что поговорить о проблеме пришел практически весь кабинет министров и депутаты парламента вместе со спикером, дает по крайней мере надежду на некоторый успех. Хизри Шуксаидов сразу обозначил формат как деловой. Хотим, чтобы и власть, и вы пошли друг другу на встречу, откладывать на наше совещание не имело смысла, потому что каждый день дорог. Вы лучше меня знаете ситуацию в стране. К деловому общению бизнесменам, конечно, не привыкать. Впрочем, они пришли рассказать о насущных проблемах. Если обратиться к некоторым цифрам и провести сравнительный анализ положений дел в мире, стране и республике, то доля малого и среднего предпринимательства зафиксирована как 50, 21 и 10% соответственно. То, о чем говорят сегодня на всех аналогичных совещаниях по всей стране и то, что подчеркнул президент Путин в послании, сводится по сути к одному – увеличению этого процента. Но опять-таки нужно посмотреть, какая у нас статистика. Малым средним бизнесом должно быть занято от 500 до 700 тысяч. Мы почти весь раз отстаем от того, что должно быть. Я еще раз повторяю. Значит, не та система. Значит, не так мы работаем. Раз. Эта часть бизнеса у нас отстает. В сегодняшнем обществе на первый взгляд все на стороне бизнеса. Казалось бы, вот оно – спасение. Государство дает налоговое послабление для начинающих предпринимателей вплоть до освобождения от выплат на первые три года. Но и тут проявляется оборотная сторона. Многие предприятия попросту не живут три года. Иногда и специально прекращая свою деятельность. Производительность труда, они исключены показатели. У нас всего составляет 0,9 миллиона рублей на одного человека. Очень сильно мы уступаем по показателю, скажем, государства Европейского Союза. Это 2,2 миллиона рублей. США – 3,4. То есть мы уступаем в 2,5, 3 и более раз. Известный ученый Сергей Дахалян о парадоксах экономики может говорить часами. Кажется, у него есть ответ на любой вопрос. Но даже экономисты не могут дать рецепт, к примеру, мгновенного повышения производительности труда. А это основа конкурентной способности в условиях нашумевшего импортозамещения. Вся задача чиновников – это помочь лично, опосредованно для развития бизнес-структуры. Не важно, сколько проверяющих, важно, чем они занимаются. Эта фраза, сказанная на встрече, явно содержит в себе намек. Коррупция – главное зло, которое препятствует развитию бизнеса. В числе тормозящих факторов отмечают и неохотную выдачу кредитов на развитие этого сектора экономики, но и ряд других. В рамках этих инвестиционных проектов, когда, как Рамазан Гаджимрай сказал, с каждого инвестора мы должны пилинки сдувать, в этом направлении, на мой взгляд, мы более имели порядок навели. Можно сделать вывод, что при всей кажущейся уникальности Дагестана, как региона, и экономике этого региона, все же аналитики сходятся во мнении, что перед малым и средним бизнесом в республике стоят те же проблемы, что и во всей стране. В конце года в Дагестане указом главы республики Рамазан Абдулатипова назначено два новых министра. Заместитель председателя правительства республики Исаио Магомед Исаевич возглавил Министерство по туризму и народным художественным промыслам республики. Министром труда и социального развития республики назначен Гаджигишиев Хазбулла Гаджикишиевич, последние годы возглавлявший комитет по строительству города Махачкалы. Более 200 тысяч тонн асфальта уже уложено, 84 километра дорог уже протянуты, и это только за этот год. Внушительные цифры и внушительные надежды на серьезные изменения в дорожной карте республики. Оправдать их обещает руководитель Дагавтодора Загид Хучбаров. Уже сегодня он с уверенностью говорит о прочных позициях и высоких показателях Дагестанского агентства по дорожному хозяйству среди российских коллег. Об амбициозных задачах и планах отрасли главный дорожник республики рассказал корреспонденту Райса Талиевой. Заслуженный изобретатель и лауреат Госпремии республики в области архитектуры и строительства Загид Хучбаров показывает уникальную систему геоинформации. На экране живая картина состояния всех дорог республики. Аэросъемка с использованием системы ГЛОНАСС дает точную информацию до сантиметра. Состояние дороги, размеры, протяженность, все паспортные данные как на ладони. 2800 километров федеральной дороги мы облетели малой авиацией и мы сегодня имеем паспорт дороги. Любой участок дороги мы можем узнать, где мы ушли, в каком виде она была. Не выходя из кабинета я могу увидеть, какая была раньше ширина дороги, какой была высота туннеля. За последние 10 лет дорожное хозяйство республики устарело. Многие дорожные сетки превысили срок эксплуатации. Глава республики поставил перед новым руководителем агентства нелегкую задачу. Наши дороги должны быть одними из лучших в стране. Сегодня руководитель отрасли с гордостью признается, агентство одно из лучших в России. Показатели работы колоссальные. Только за этот год проложили 84 километра дороги. Это больше 200 тысяч тонн асфальта. Причем высочайшего класса с использованием европейских технологий. Гарантия таких покрытий 15 лет. Роман Зангаджимурадович перед нами ставил задачу. Прежде всего задачи были вот такие амбициозные. В этом году дорожники дали очень высокие показатели. По темпам роста строительства дорог мы в стране вышли на первое место. Ни у одной области таких показателей нет, чтобы темп просто был в разы. Одной из главных задач стала полная реконструкция дороги в аэропорт и взлетно-посадочные полосы. Сегодня она отвечает всем требованиям евростандарта. Первым делом привели аэропорт в порядок, вторым делом пошли дороги с аэропорта в сторону Махачкалы. Мы пришли к очень большим результатам. В этом году мы сдаем дорогу с асфальтобетонным покрытием 84 километра дороги. За последний год удалось добраться до высокогорных зон. Современное полотно проложили до Куракского района. Впервые за его историю. Дорогу с асфальтобетонным покрытием также протянули до Чародинского и Гумбетовского районов. Добиться таких результатов нелегко. Работу осложняет скалистая порода. Здесь нам показывают то, как еще недавно выглядела дорога в Гуниб. Изображение до и после впечатляет. Одним из главных достижений здесь считают строительство битумо-хранилища на территории Кумбтер-Калинского района. Оно позволяет сохранить материал в теплом виде до полугода, что намного облегчает работу. Кадры высококвалифицированные. Ежегодно они проходят стажировку в Москве и Санкт-Петербурге. У нас говорят, что все начинается с дороги. И когда у нас во главе этого ведомства стоит человек, который знает, что делает, как делать, он, я считаю, один из немногих руководителей. Хачпаров идет ногу с главой. И поэтому глава всегда пример ставит Хачпарова. Уполномоченные главы республики интересуются планами на следующий год. Как оказалось, они не менее амбициозные. В проекте укладка дороги, ведущая к пяти районам. В их числе Цунтинский, Тлеротинский районы и Бештинский участок. Что станет несомненным подарком для жителей гор. В новогодние праздники общественный транспорт в Махачкале будет работать дольше обычного. По сообщению начальника управления промышленности транспорта и дорожного хозяйства администрации Махачкалы, Андрея Магомедова в Махачкале по поручению главы города Мусы-Мусаева маршрутные такси с 31 декабря по 2 января будут работать до часа ночи. Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей в период новогодних праздников с 30 декабря по 12 января в филиалах межрегиональной распределительной сетевой компании Северного Кавказа, дочернем обществе ДАК «Энергосеть» и управляемом обществе «Чеченэнерго» будут задействованы несколько десятков бригад. Порядка полутора сотен единиц спецтехники. На период праздников и новогодних каникул руководство компании организовало оперативный штаб. С круглосуточным дежурством аварийно-восстановительных бригад разработана и опробована схема их оповещения и вызова. Молодой преподаватель Дагестанского государственного технического университета Балуглан Мусаибов принял участие во Всероссийском молодежном инновационном конкурсе «Молодой инноватор года-2015», который проходил в рамках цикла «Вовлечение молодежи в инновационную деятельность» и «Научно-техническое творчество» в Москве с 19 по 25 декабря. Наряду с основной программой мероприятий участники смогли посетить выставку лучших российских инновационных проектов «Топ-20», где демонстрировались революционные технологии. Напомню, что Балуглан Мусаибов, будучи еще аспирантом Дагестанского государственного технического университета, в декабре 2013 года занял первое место в 4-м Республиканском молодежном инновационном конвенте. В Махачкале Литературном музее Расула Гамзатова прошел литературный вечер «Творчество молодых. Итоги года литературы». Мероприятие было организовано при поддержке Союза писателей Дагестана и Комитета по делам молодежи Дагосуниверситета. В ходе встречи участниками также были рассмотрены такие вопросы, как преемственность в литературе, необходимость и последствия поощрения начинающих писателей, преподавание литературы в школе. Дагестанская Федерация стрельбы из лука «Шелковый путь» в рамках развития стрельбы из лука на Кавказе, а также развития национальных видов спорта объявляет о проведении открытого турнира Республики Дагестан по экстремальной стрельбе из лука «Январский барс» на горно-лыжной базе Чинденчиро селения Гента Кушинского района 4 января 2016 года. Участие могут принять все желающие. По сообщению Дагидромедцентра сегодня в районах Дагестана ожидается Местами снег в отдельных районах сильный По Приморским районам осадки в виде дождя и снега Гололед, на дорогах гололедица Снежный накат, на горных перевалах снежные заносы Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду Температура по Приморским районам от 2 мороза до 3 тепла По Низменным районам 1-6 мороза По горным районам 2-7 градуса мороза В Махачкале сегодня ожидается осадки в виде дождя и снега Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду Температура воздуха от 1 мороза до 1 градуса тепла В период с 31 декабря по 2 января 2016 года По районам Дагестана ожидается выпадение осадка преимущественно в виде снега Местами сильного, гололед, на дорогах снежный накат, гололедица, на горных перевалах снежные заносы Усиление северо-западного ветра до 13-18 метров в секунду Температура понизится В Низменных районах 2-7 мороза На севере республики до 11 градусов мороза В Приморских районах 1-6 мороза В Горных районах 8-13 градусов мороза Вы слушали информационный выпуск Вести Дагестан